В южном пригороде Хабаровска механик-водитель бронетранспортера повредил легковую машину гражданского шофера. Обошлось без жертв, хоть армейский монстрик весом полтора десятка тонн мог раздавить Камри в лепешку. В иномарке ехали три человека. 53-летний мужчина вез на работу супругу и ее знакомую. Выехали из князя Волконского, нужно было попасть в район Красной речки. Двигались по объездному шоссе, которое выходит у поселка Ильинка. Шофер Камри притормозил, поскольку на пересечении неравнозначных дорог должен был уступить дорогу всем. На повороты стояли в очереди, повернуть на Красную речку. А эти товарищи сзади на БТР въехали в нас. Сильный удар? Ну, сильный удар был. Испугались? Ну, естественно, женщины. В радиостанции на шасси К1Ш1, внешне напоминающие БТР-80, тоже ехали трое. Ввел машину солдат срочной службы. Так вышло, что маршруты военной техники и гражданских совпадали почти полностью. Бронетранспортер тоже выехал из князя Волконского и должен был оказаться в расположении войсковой части на Красной речке. Свою оплошность механик-водитель оправдывал специфичной работой тормозной системы машины. На самом же деле подвох крылся скорее в снежном накате. У перекрестка сухой асфальт сменялся накатом, на который тормозной путь тяжелой машины удлинялся в разы. В корму Камри отечественный броневик ткнулся на излете, но японской неженки этого хватило. Багажник всмятком. Оформлять случившееся как ДТП ни у кого желания не возникло. Во-первых, пострадавших нет. Во-вторых, разногласий о виновности тоже. В-третьих, военные не слишком горели желанием становиться героями протокольных историй. С владельцем иномарки вежливые военнослужащие расплатились на месте. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.